всем добрый день вот так хорошо примерно два года назад я пришла выходит на должность менеджера по связям с общественностью то я помню как мы компания точнее закрыла второй раунд инвестиций было очень много шума в сми журналисты писали мы давали интервью появлялось много статей но когда это все закончилось я села и думала что какие истории мне нужно вот так нормально слышно какие истории еще я могу рассказать не только какой-то пространной аудитории сми но и нашим клиентам как я их могу вовлекать в наш продукт рассказывать про наши апдейты и что немаловажно продавать наш продукт обсеялись чтобы они обгрейдились на платные планы и прочее конечно же пришла идея завести блог точнее у нас уже тогда был на английском языке но никто особо не занимался выходили статьи один раз в месяц или в два и это были те которые написал продукт менеджер своим русско английским языком вот поэтому я взяла как бы в свои руки все это дело и не только на английском создала блок но и на русском буду рассказывать на примере русского блога у нас два сейчас у нас команда из трех человек состоит я отвечаю больше за английский блок моя коллега они может быть я буду упоминать сегодня она отвечает за русский еще девочка ксюша она см менеджер но она иногда пишет и помогает нам плюс у нас есть много авторов с кем сотрудничаем один кстати сидит он там делом он приехал и в специально из америки говорит привет он пишет наш автор блок выглядит вот так за два года пока я создаете блоге я для себя определила некие правила целых три принципа с которыми я хочу поделиться с вами надеюсь они будут вам полезны и вы будете применять это на практике поехали номер один писать для людей и поисковиков здесь я больше затрону тему seo потому что блоги они очень хорошо помогают продвижению в поисковиках ну наверное так все это знаете это часть наши контент контента маркетинга наши стратегии очевидные вещи первое что нужно сделать чтобы писать и для поисковиков или людей определить кому хотите писать и что вы все знаете что нужно знать свою аудиторию что нужно построить портрет вашего покупателя но признайтесь честно делали вы когда-нибудь это мы делали мы сделали опрос отправили всем нашим клиентам попросили их высказать свое мнение про нашу про наш блог что им хотелось читать получили много интересных ответов и инсайтов построили тоже какой-то для себя портрет демографию чего что им нравится мы пишем про интернет-магазины наши клиенты средние и мелкие бизнесы вот все это ключевые слова играют очень очень большую роль наше построение написание нашего блога статьи привлекают больше трафика на сайт чем больше у вас статьи тем больше клиентов осмотрит тем больше просмотров сайта у вас появляется как ключевые слова мы используем ну очевидно такие сервисы как яндекс форстат и google planner вы наверное пользуетесь если вы пишите допустим про бизнес-план и вы выбираете заголовок какой написать ну там пример бизнес-плана готовый бизнес-план суть бизнес-плана можно разные вариации сделать но какой из них ищут больше идете в эти сервисы смотрите а волюм допустим у пример бизнес-плана в разы там там 4000 показов в месяц понятное дело что нужно писать про пример бизнес-плана не какой-то другой заголовок ставить второй легкий способ один из самых легких просто выводите тему или заголовок в поисковую строку и гугл и яндекс вам предлагает продолжение то что популярно то что люди ищут популярно например как на этом скриншоте дальше мы заморачиваемся над оформлением мы постоянно что-то улучшаем и изменяем дизайн плашки переставляем экспериментируем я читаю много исследований на тему там как например социальные доказательства влияют на вовлечение наших читателей как например куда ставить эти категории как поиск использовать вот это все обязательно посмотрите если в вашем блоге если вы ведете блог или собираетесь все вот эти вот важные компоненты и составляющие второй принцип это писать просто из понятной структуры я очень много читаю думаю как же люди читают в интернете и недавно столкнулась с исследованием который говорит что только 16 процентов ваших читателей которые зашли из 100 процентов дочитывают до конца это означает что четыре из пяти просто уйдут четыре читателей из пяти и как сделать так чтобы вовлечь вот эти четыре человека что нужно сделать очевидно завлечь их контентом может быть им не понравился заголовок может быть для них слишком сложная тема или слишком легкая или она недостаточно раскрыта или они не нашли этих ответов на поставленный вопрос в заголовке или это может быть что угодно я не знаю надо просто всегда брать во внимание и писайте развернуто и хорошо например в нашем блоге у нас есть принципиальное правило что каждую мысль и которую мы предлагаем какую-то теорию даем например делать красивые фотографии но мы не говорим делать красивые фотографии потому что потому что а к тому же отвечаем на вопрос как это сделать и даем наглядный пример это скрин из нашего поста может быть там текст плохо видно но это неважно в общем там наверху теория какая-то как не нужно делать ответ как нужно делать и пример как это сделать это базовый принцип мы стараемся всегда на нем работать это очень сложно может быть не всегда находятся примеры мы стараемся к тому же давать примеры наших интернет магазинов но у наших клиентов но вот попробовать стоит скажите пожалуйста кто из вас считает ильяхова кто не знает я ожидала чуть больше короче обязательно запишите себя пожалуйста максим ильяхов главред прочитайте платные подписки он рассказывает о редакторе текста о структуре как люди читают и мне кажется это одна из самых то чтобы но он очень популярен сейчас но самых толковых объяснений о написании текста и все что он там пишет например я выделил он структуру она нагляднее и легче показывать например вы делаете топик как выжить в ульянске нужно убедиться что заголовки соответствует связано по смыслу например вы не можете писать там ленина или колобок не знаю как выжить вы отвечаете на вопрос сделать это сделать второе сделать третье сделать четвертое много всяких штучек дрючек в общем почему я заострила внимание на заголовках потому что очень часто этому я вам цифру точнее назову но просто проверьте себя когда вы читаете статью вы бегал пробегаетесь по заголовкам сначала вы не можете не прочитать заголовок и поэтому именно заголовки они очень очень важны особенно заголовные и внутри статьи третий принцип продвигать и измерять ну понятное дело вы написали статью и теперь надо с ней что-то сделать потому что ну хорошо понадеялись на ключевые слова но может быть они найдут может быть еще у вас там поисковики не проиндексировали всякое может быть короче надо продвигать делайте это как можете я советую например мы взяли мы продвигаем только лучшие статьи продвигаем мы следующим образом на фейсбуке в любых тематических группах мне кажется каждый из вас там назовет три-четыре группы которые релевант для вашего бизнеса или например партнеры это альфа-банк они сами нам написали хотели разместить нашу статью в блоге мегамозг как вариант виси ну у них очень легко пишите если вы понимаете что ваша статья полезна она будет интересна для их аудитории просто пишите имейл главному редактору там здрасте я такой такой-то у меня есть мне кажется такая статья которая будет полезна вашей аудитории посмотрите и здесь если будет круто публикуйте ну часто они публикуют это гипнофламинго мы делаем в том числе рассылку конечно же как создать как заработать базу рассылки читайте в нашем блоге шучу в интернете просто почитайте ну в общем у нас большая база рассылки мы пишем от первого лица очень персонализированные иногда разные рассылки для наших подписчиков и для наших клиентов пишет и ханя это не полный вариант но в общем мы стараемся тоже экспериментировать и гифки вставляем и без гифок и а б тесты делаем все такое в общем очень интересно и помогает нам забыла важную вещь сказать инсайт такой наш блог приносит в среднем русские имею ввиду около 95 100 клиентов в месяц который апгрейд или сайна после после блога поэтому рассылка нам очень очень помогает это один из ключевых каналов мы меряем почти все нас куча всяких кипяев стоит мы с помощью google аналитики кисметрики яндекс метрики смотрим уникальных количество уникальных посетителей глубину просмотра подписчиков сколько шейеров было сколько показов все вот это вот и раз в месяц садимся бреймштор смотрим на показатели думаем как это все улучшить и ну и выводы естественно пожалуйста узнайте что важно вашей аудитории здорово какие темы они любят какие темы ему важно что не хватает используйте ключевые слова и почитать на тему все его кстати тоже запишите один из самых лучших блогов который пишет про контент-маркетинг и seo конкретно и про блоги это moz.com.blog у них просто идеальный контент заморачивайтесь по дизайну потому что ну хороший дизайн всегда приятен глазу прочитайте пожалуйста и ляхов и статьи по редактуре научитесь писать красиво правильно без всякие всякого мусора стоп слов обязательно продвигайте лучшие статьи будь то это на фейсбуке просто ваши страницы ваших друзей может быть тематические группы сми все что угодно и измеряйте показатели все будет хорошо спасибо большое о минутка рекламы мы всегда ищем хороших дизайнер верстальщиков копирайтеров так что пожалуйста заходите и пишите нам еще раз да вот заходите сюда вот на сайт equi.ru слэш джоин там есть оконтакт пишите имейл есть вопрос так раз раз видно было что алина волнуется при этом она очень нормально справилась в общем давайте похлопаем поэтому перед вашими вопросами да она еще очень скоростно она очень быстро справилась давайте значит так какие вопросы можно ли отнести ваши принципы к видеоблогингу ну а что например вы бы еще порекомендовали для для видеоблогинга знаете кстати насчет видеоблогинга тот же мос я упомяну они делают каждую пятницу whiteboard friday в котором раскрывает какую-то тему и обязательно делают транскрипцию в которой естественно вставляют те же самые принципы ключевые слова и прочие фишки поэтому наверное посоветую делать транскрипцию вашего видео то есть все равно как-то текстом это все обрамлять про видеоблогинг будет вообще сегодня вечером родион скрябин он из нотологии там сейчас у них свое агентство в общем помимо того что у него шикарная борода он еще вот реально видеоблогинг реально классно шарит поэтому приходите на него обязательно не вообще классный да прям душка такой еще вопросы спасибо сергей крылов я руковожу несколькими компаниями резидентами инополиса и у меня студии разработки своя мне интересно вот такой какая инфа если у тебя информация может это поделиться вообще кто заходит на эту рассылку какое вообще разделение идет откуда вы берете трафик на рассылку и вообще на контент на блок и вообще какое у вас разделение примерно посещаемости вы поймали нас у нас большая клиентская база но клиентская понятно рассылка а что еще то есть какое примерно соотношение у вас это посещение наших клиентов от других людей верно я понимаю откуда заходит я знаю что у нас соцсети на втором месте после органического трафика соседи нам приносит много клиентов ну я бы сказала поисковики потом соцсети потом не знаю откуда и рассылка у нас очень много метрик да у меня целый google doc очень большой не просто сходу всегда на самом деле сложно ключевых главное назвать реальные все еще меня интересует именно микс с рассылками как вы взаимодействие блога и рассылок у вас выстроена то есть первый вопрос например работает ли статьи в блоге как магниты на подписку да первое ну сразу скажу и второе и действуете ли вы например наоборот например какая-то затравочка в письме да и далее что-то более подробно в блоге да все верно я могу перемотать наверное рассылку я что-то прослушала нет 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 ну вот сгиб на этой я забыл первый вопрос как магниты используете ли вы статьи в блоге да то есть например все верно да у нас приходит где-то 100-150 подписок на блог просто каких-то людей мы им отправляем рассылку отдельную то есть нашим клиентам нашей базе уходит одна рассылка подписчикам уходит другая но они практически одинаковые потому что мы может быть разделяем сегментируем если у нас главная новость например продуктовая проект сам продукт мы нашим клиентам сделаем ее главной и это будет затравочка да это будет два абзаца предложений например в самом блоге да нет нет вот в рассылке вот и потом ссылка или кнопка нашим нашим подписчикам мы поставим главную например как начать что-то про бизнес или что-то общее так вот немножко разделяем в рассылке именно делаем выжимку стараемся писать как короткое эссе здравствуйте даже очень-очень персонально например последним бухгалтерию интернет-магазина а не писала например так не знаю как вам но для меня бухгалтерии это очень сложно наверняка вы тоже сталкивались там с налогами это ужас ужас вот здесь мы написали классную статью простым языком почитать ее здесь о кстати там другой и другие статьи в блоге мы еще рассказываем про это про то здесь ссылка там ссылка и внизу там какой-то вывод спасибо присылайте нам фидбэк нам очень много шлют фидбэка именно после рассылки потому что мы их просим рассказать что вам интересно что вам хочется почитать и иногда очень смешные комментарии приходит мужчина один раз написал они спасибо вы манечка за вашу рассылку дай бог вам хорошего мужа перестанете наконец ерундой заниматься так вот что то такое напомню ну и самих статей как бы самого блога тоже в базу наращивать еще Добрый день, Алина. Меня зовут Салават и хотел поинтересоваться, какие у вас любимые книги на тему копирайтинга, на тему маркетинга, ну и вообще, что вы рекомендуете. Все, спасибо. Очень интересный вопрос. Я читаю Ильехова. Я читаю профильные… О, мы пользуемся сервисом CosCasual на сайте на WordPress, и у нас есть плагин, который… контент-календарь такой. Еще раз назову CosCasual. Может быть, вы найдете его. У них замечательный блог про контент-маркетинг, про блогинг, про… Ну да, это плагин для блогеров, поэтому они пишут про блог очень много, очень хорошо, развернуто. Вот Moss, CosCasual, Ильяхов. Я бы сказала, что это три главных интернет-ресурса, которые я читаю. У меня есть несколько книг на английском от авторов известных. Вот, например, контент-маркетолог MailChimp. У нее есть книжка. Забыла, как она называется. Но если вы мне напишите, я вам отправляю ссылку на нее. А как зовут контент-маркетолога MailChimp? Тоже не помню. Забыла, как называется. Потому что у них американские имена, понимаете? Я не помню. Мне вообще интересно, на самом деле. Я тебе напишу. Конечно, обязательно пишите. У меня несколько таких авторов американских. Я обычно что-то ищу, кто-то посоветует. Я обычно на Amazon заказываю, быстро мне приходят, и вот они у меня лежат пока. Подчитываю. Прикольно. Ну, вон туда, то есть, можно писать. И если что, то ты не сильно зазвездившись, ты иногда отвечаешь раз в год. Я всегда отвечаю. Обязательно пишите мне, я вам список отправлю. Подготовлю его и отправлю. Хорошо. Еще? Все далеко. А вот те, кто ближе, сидят без вопроса. Настя, у меня такой вопрос по поводу соцсетей блога. Как лучше написать блог и в соцсети анонс со ссылкой в статью в блог или краткое содержание статьи в посте в ВКонтакте, в Фейсбуке, в соцсети? Вот я отвечу, что мы второй вариант вообще не делаем. Мы только делаем анонсы, ссылку, и к тому же их продвигаем еще. Иногда. Не все. Лучшие. Продвигаем, делаем спонсорный пост на Фейсбуке и ВКонтакте также. А почему вы делали тестирование какое-то? Это не все работает или так? Нет, не делали. Да, просто как-то я в СММе очень давно, и, знаете, чувство вырабатывается, шестое. Ну, мне кажется, такой формат… Да, но мне кажется, второй формат тоже интересен. Мне кажется, всем нужно пробовать. Просто у нас такая специфика. Такие посты не заходили. Мы пробовали, Ксюша делала. Но по цифрам как-то не очень получалось, и поэтому мы перестали экспериментировать с таким форматом. Анонс, ссылка, продвижение. Небольшая анонс, которая специально может быть, да? Да. Да, да, да. Да. Спасибо за доклад. Мне очень понравилось. У меня такой вопрос. Я вот немного опоздал и что-то услышал, что вы как-то замеряете глубину прочтения блокпостов. Я правильно понял, примерно на какой процент люди прочитывают блокпосты? Правильно? А как вы это делаете? А вот у нас есть команда FrontEnd, которая мне помогает. У Яндекса есть какой-то сервис. Да, 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 да. И у Google есть, да. Специальные сервисы. Если вы мне напишите, я вам обязательно список, да? Я сейчас не назову. Но он меряет. Мы мерили это после того, как я прочитала одно исследование, естественно, которое, ну, знаете, как в интернете считают. Спасибо. Понял. То есть у вас сторонние сервисы используются, не какие-то самописанные инструменты, так? Спасибо. Пожалуйста. На самом деле еще вот, кстати, в добавлении этого вопроса, очень хорошо, когда у вас есть аналитики в штате, в принципе. То есть когда вы постоянно из Google выдергиваете какие-то вещи, да, вы даете задание, вам задание выполняют и говорят, вот, как бы, вот так вот, вот такой вот отчет. Ну, это так просто. Еще? Еще девушку. Издеваетесь. Беги, Паша. Над спортом заниматься. Давайте. Алина, большое спасибо за статью. Такой вопрос. Как вы определяете, что… Ой, да, доклад. Что статья, ну, как бы лучше, и что именно эту статью вы будете продвигать? Это уже седьмое чувство. Шучу. Ну, когда пишете и опубликовываете статью, сразу там через день вы понимаете, что она набирает больше шееров. Во-первых, сразу же такая более вирусная. Или она реально… Ну, не знаю, это какая-то узкая тема, на которую вы очень хорошо раскрыли. О, я забыла вам рассказать секрет. Прям секрет, секрет, секрет. Написание хорошей статьи. Когда вы собираетесь писать на какую-то тему, обязательно сделайте исследование. Это значит, что идите в Google, набираете ту же тему, открываете 10-15 самых расшаренных там постов, или первые, которые вылезают. А лучше использовать Basuma сервис. Он там вообще показывает самые расшаренные посты. В общем, идете, читаете эти статьи, смотрите. Ага, в моей статье раскрыта первая, вторая и третья темы. Ну, там, в тексте большой. А в других статьях написано еще про четвертая и пятая. Ага, добавляйте. Читайте комментарии. Там очень интересное, много интересного. Они говорят еще про шестую, седьмую тему. Вы там определяете проблемы, которые они обсуждают. Добавляйте это в статью. И делаете очень-очень хороший материал, развернутый. Если получается очень много, я не заморачиваюсь. Мы иногда публикаем очень большие материалы, волонтейды такие, или очень короткие, или разбиваем на две части. Но это зависит все, естественно, от специфики темы. Но это работает. И Google, и Яндекс, как говорят наши SEO-шники американские, которые у нас работают, я им доверяю. Ага, так, ага, как сказать. Что чем больше контента, чем более полная информация изложена в посте, ее Google скорее сразу проиндексирует наверх, потому что там есть ответы буквально на все вопросы интересующегося человека, который все читает теме. Я дополню, наверное, есть еще способ, который исследований, который почему-то мало кто применяет, называется спросить. То есть это вы берете своих клиентов, делаете им рассылку, говорят, ребята, о чем вам интересно? Об этом, об этом, об этом, об этом. Тоже, кстати, полезно. Так, еще вопросы к Алине? Нет. Все, отлично. Тогда спасибо огромное. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ